МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс два зараженных. Как развивается ситуация с распространением коронавируса в Сарове? К юбилею Великой Победы в Сарове появился сад памяти. 9 мая онлайн, как Россия отметит День Победы в этом году. Далее расскажем обо всем подробно. В Москве и Московской области режим самоизоляции продлили до 31 мая. Также с 12 мая там вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Столица России сейчас находится на первом месте по числу заражений. Там инфицировано почти 100 тысяч человек. Всего в России больны более 190 тысяч граждан. 1700 человек с диагнозом COVID-19 умерло. Выраженного пика эпидемии в России может и не быть, так как период самоизоляции позволил сгладить резкий прирост числа заболевших. Так считает ряд инфекционистов. За последние пять дней прирост заболеваний в основном связан с увеличением количества тестируемых. Число госпитализаций при этом не растет. Нижегородская область по числу случаев заражений находится на четвертом месте среди регионов России. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Заражено более 3800 жителей нашего региона. Жертвами вируса стали 23 человека. Практически все они – люди старше 60 лет. Одной из умерших было 47 лет. Течение болезни осложнил сахарный диабет и гипертония. У остальных были различные хронические заболевания, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, обструктивная болезнь легких и другие. Смерти есть и среди жителей Дивеева и Сатиса. Погибшим было более 65 лет. Больше половины, около 2000 нижегородцев, переносят болезнь в легкой форме или совсем без симптомов и лечатся на дому. РФЦ МНФ планирует со следующей недели постепенно увеличивать число выходящих на работу сотрудников. В период с 12 по 15 мая к работе вернется до 40% специалистов, а с 18 мая, скорее всего, выйдет большая часть работников ядерного центра. На следующей неделе дежурные группы откроют в каждом из детских садов Сарова. А с 18 мая учреждения дошкольного образования будут работать в режиме свободного посещения. Более подробную информацию можно получить по телефону 95550. По состоянию на 8 мая в Сарове зафиксировано 72 случаи заражения коронавирусом. Никто из больных не находится в критическом состоянии. 13 саровчан уже выздоровело. Еще несколько готовятся к выписке. За последние сутки выявлено 2 новых больных. Один больной – это привозной случай из Дивиевского района. И фактически мы сейчас начинаем пожинать плоды наших майских праздников. Мы говорили с вами о том, что хорошо выезжать на дачи и изолироваться на дачах. Это действительно замечательно. Но жизнь есть жизнь. Вот данный конкретный человек выезжал к себе на дачу, но знали, что человек – медицинский работник. Попросили поделать уколы больным людям. Откликнулась она как медицинский работник, делала уколы, заразилась. Сама теперь заболела и фактически привезла это заболевание. Вторая больная из-за ЧГА, которая ранее возник, среди сотрудников жилищно-коммунальной сферы. Эти работники в зоне риска. К тому же они контактируют с большим количеством людей. В Городской Думе подвели итоги дистанционной сессии. Депутаты поддержали внесение изменений в бюджет, который предусматривает оказание помощи предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Также речь шла об отсрочке арендной платы за землю и пользование муниципальными помещениями. Восемь вопросов стояло на повестке дистанционного заседания Городской Думы. Основные решения были связаны с бюджетной помощью организациям и предприятиям, которые несут финансовые потери либо участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Администрация будет их субсидировать из городского бюджета. Еще важное решение, которое было принято, это решение по отсрочке арендных платежей за землю и арендных платежей за пользование жилыми муниципальными помещениями либо помещениями, которые арендуют предприниматели у муниципальных предприятий, переданных в хозяйственные ведения либо в оперативное управление. Эта отсрочка предусмотрена указом президента. Решение согласовано с Министерством финансов Нижегородской области. Часть депутатов считает, что, несмотря на принятую отсрочку, нужно оценить возможность льготирования этих платежей. Те выпадающие доходы с 2020 года, которые появятся в результате отсрочки арендных платежей, они составляют более 9 миллионов рублей. Поэтому они компенсированы в бюджете города из других источников. А если льготировать, то нужно будет компенсировать эти затраты 100% без возврата их в бюджет. Также депутаты приняли изменения в положении департаментов администрации и решения, связанные с выделением служебного жилья. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запрещено посещать леса, жечь мусор на садовых и дачных участках, использовать территории гаражных кооперативов и садоводческих обществ для складирования сгораемых материалов и отходов. Нарушителей будут привлекать к административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. Для справки. В Нижегородской области работают горячие линии, по которой граждане могут сообщать о возгораниях в лесу. Звонки принимают к углосуточно по номеру 8 800 100 94 00. Списки на зачисления в детские сады передадут в дошкольные учреждения. Приходить за путевками в департамент образования не нужно. Как сообщили в ведомстве, вперед с 18 по 20 мая заведующие сами свяжутся с родителями по телефонам, которые те указали в заявлениях о постановке на учет для предоставления места в детском саду. Также сотрудники дошкольных учреждений обзвонят тех, чьи дети достигли трехлетнего возраста и ждут перевода в другие детские сады. 21 мая в департаменте образования начнет работу горячей линии по вопросам приема в дошкольные учреждения. Звонки будут принимать по номеру 9 55 62. Детская школа искусств объявила набор ребят на следующий учебный год. В условиях самоизоляции идти никуда не нужно. Все действия можно совершить в режиме онлайн. На официальном сайте ДШИ в разделе «Поступающим» необходимо скачать бланк заявления, заполнить его и отправить на электронную почту. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 84 00. Сад памяти появился в сквере на пересечении улиц Садовой и Павлика Морозова. Руководители города и ядерного центра, депутаты Нижегородского областного законодательного собрания и Думы Сарова, волонтеры Победы высадили 30 деревьев. Подробности далее. 30 новых деревьев появились в сквере 21 микрорайона. Представители власти, студенты СРФТИ, Союз «Сияющие звезды», воспитанники молодежного центра и волонтеры Победы присоединились к акции «Сад памяти» и посадили на аллее 24 клёна и 6 елей. Каждое дерево символизирует погибшего героя Великой Отечественной войны, который отдал жизнь ради светлого будущего потомков. Хочется, чтобы эта аллея украшала наш город, чтобы приносила радость людям живущим и напоминала о памятной дате 75 лет Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Участники почтили память погибших и выразили дань уважения ветеранам, которые остаются живыми свидетелями тех страшных событий. Международная акция «Сад памяти» проходит по всей России с 18 марта по 22 июня. Любой желающий может посадить дерево на своем дачном участке или во дворе частного дома. Те же самые молодые волонтеры совсем скоро обозведутся семьями, станут счастливыми папочками и приведут малышей гулять и рассказывать, что вот эту девушку посадил я. Я думаю, что это замечательно. Я вот дальше сейчас рассказываю, у меня мурашки бегут. Ради таких вещей стоит, я думаю, вот все такие вещи организовывать, чтобы это была память, чтобы это был символ, чтобы это были главные вещи, которые станут основами семейного воспитания. Ты будешь рассказывать это своим детям, и они, наверное, будут просто стать хорошими людьми. Отметить на виртуальной карте и разместить фото своего саженца с историей и изображением героя Великой Отечественной войны можно на официальном сайте садпамяти2020.рф. Там же можно получить электронный сертификат. Вся необходимая информация размещена в специальном приложении в социальной сети ВКонтакте. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Вам, родные». В рамках проекта добровольцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и вручают им подарочные наборы. Накануне 9 мая к акции присоединился и Саров. Добровольцы развезли продуктовые наборы, цветы и сувениры по адресам, где проживают участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей и труженики тыла. Сергей Степанович, здесь проживаю? Здравствуйте. Не, не, мы заходить не будем. Вам в коне 9 мая продуктовый набор дарим? Да. Вот, держите. Спасибо. Спасибо. Все, товарищи, поздравляем вас. Более 10 добровольцев вызвались разнести подарочные наборы бабушкам и дедушкам. Разносили продукты с соблюдением всех мер безопасности в масках и перчатках. Пакеты в руки не передавали, оставили на пол. В акции «Вам, родные» приняли участие сотрудники Департамента по делам молодежи и спорта, молодежного центра и активисты волонтерских организаций. Разводим продуктовые наборы, дарим цветы и флаги для акции «Окна победы». Красная рыба, свежие фрукты и овощи, молоко и консервы, конфеты и чай – все это едва уместилось в два пакета. Хранить такой объем негде, поэтому продукты оперативно доставили адресатам. Праздничные продуктовые наборы саровским ветеранам раздали в рамках проекта «Вам, родные». Это одно из направлений всероссийской акции «Мы вместе», которая проводится на территории всей страны накануне Дня Победы. В период пандемии и самоизоляции ветеранам очень нужна наша поддержка. В эти предпраздничные дни ветеранам, участникам войны, будут доставлены праздничные наборы. Доставка будет осуществляться с соблюдением всех мер защиты, для того, чтобы не заразить ни ветеранов, не заразиться самим. И я уверен, наши заботы и внимание будут ветеранам сейчас как нельзя кстати. Всего надо было доставить подарочные наборы в 69 квартир. Адреса распределили на три группы. Часть продуктов относили лично сотрудники социальной службы, потому что пенсионеры незнакомым не открывают дверь. Елена Грескова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 9 мая онлайн. Главный праздник страны в этом году проходит без торжественных митингов, шествий, народных гуляний и салютов. Чтобы создать праздничное настроение горожанам, учреждения культуры подготовили развлекательную программу, которую весь день будут транслировать на своих ресурсах. Подробности в следующем репортаже. Свои герои есть в каждой семье. Почтить их память в этом году саровчане смогут, не выходя из дома. В 17.00 на сайте artsarov.rf пройдет трансляция проекта «10 песен о войне» с Тимуром Ведерниковым. Участники из городов присутствия «Росатома» представят истории своих героев. При участии наших горожан, потому что мы в этот проект входили, будет представлена новая интересная история, которая называется «10 песен о войне». То есть можно будет послушать песни, можно будет познакомиться с какими-то необычными, удивительными историями и событиями из военных лет в разных городах. Департамент культуры и искусства совместно с городским музеем создали видеоролик о Сергее Никифоровиче Калаярцеве, которого призвали в Красную Армию 17-летним мальчишкой. Наш земляк сопровождал командование части во время встречи с американскими союзниками на Эльбе в апреле 1945 года. Пока начальство решало вопрос в штабе, американские и советские солдаты боротались. Ну тут все начали обниматься, подарки дарить, а я по себе шарю, у меня нет ничего, ложка одна, но я ее и отдал. Рядовой американской армии, которому Калаярцев подарил свою ложку, Джозеф Половский, один из самых известных на Западе участников встреч союзников. Учреждения культуры подготовили виртуальный концерт «Победа в каждом доме», который можно будет увидеть в 20.00 на сайте Саровского драматического театра. В 22.30 вместо традиционного праздничного салюта жителям нашего города предлагают присоединиться к акции «Свеча памяти». Нам хотелось бы, чтобы, выключив свет в квартире, вы поставили на подоконник свечу и вспомнили о тех, кого с нами нет, кто завоевал для нас победу, для тех, кто еще живы, чтобы они еще оставались с нами подольше. Акция «Бессмертный полк» тоже пройдет дистанционно. Уже сейчас есть возможность разместить портреты и истории ветеранов на одноименном сайте и через приложение ВКонтакте. Трансляцию проведут 9 мая на федеральных каналах и в социальных сетях. Установить судьбу погибших или без вести пропавших родственников в Великой Отечественной войне можно благодаря всероссийскому проекту «Судьба солдат онлайн». Чтобы обратиться за помощью в восстановлении фронтовой истории своего деда или прадеда, необходимо оставить заявку на сайте «Поисковое движение России», заполнить анкету и указать все доступные сведения – годы жизни, место и время службы. В социальных сетях акция пройдет под хэштегом «Судьба солдата». Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. В группах «Канал-16» в социальных сетях мы спросили горожан, как в этом году они собираются отмечать День Победы. В акции «Бессмертный полк онлайн» собирались принять участие 32% опрошенных. Вариант «Почту память погибших» минуты молчания выбрали 19% пользователей. Посмотреть парад авиационной техники хотели 16%, пересмотреть фильмы о войне – 13%. Не собирались отмечать День Победы – 20%. В торговых центрах города прошла акция «Георгиевская ленточка». Как отмечают организаторы, ее главная цель – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества. В этом году волонтеры раздавали символы праздника бесконтактным способом. Несмотря на пандемию коронавируса, волонтеры Победы все-таки решили провести акцию «Георгиевская ленточка». В этом году она проходит необычным способом. Волонтеры разложили все ленты на столе и рассказали ее историю на стенде. И теперь каждый сыровчанин может подойти и взять эту ленту себе. Акция «Георгиевская ленточка» – это эстафета от прошлых поколений к нынешнему. Народная память и уважение к подвигам дедов и прадедов. И носить «Георгиевскую ленту» нужно правильно. Акция стартовала несколько лет назад впервые. Если не ошибаюсь, где-то у нас за Уралом начали в первый раз проводить ее. Но ее распространилось достаточно быстро в нашу страну, потому что символ узнаваемый, как бы там ни было. То есть совершенно четкое понимание, что символ это достаточно старый. То есть «Георгиевская лента» как таковая появилась еще во времена Екатерины. Но этот символ прошел, можно сказать, через два века. Ежегодно в Сарове волонтеры раздают до тысячи ленточек. Получить ее можно в торговых центрах «Куба», «Плаза» и «Атом». Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Центра внешкольной работы. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго, берегите себя и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова